ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для уничтожения насекомых-вредителей и для уничтожения сорняков Без употребления, без использования пестицидов сельское хозяйство теряло бы до 50% своей продукции Поэтому использование их считается рациональным Попадая в организм человека в большом количестве, пестициды способны вызывать острые отравления Однако даже если они попадают в организм человека в небольших количествах Они там накапливаются, то есть они, скажем так, аккумулируются в организме человека И со временем способны вызывать хронические отравления Пестициды попадают в организм человека в основном двумя путями С водой, в которую они смываются, с полей И по трофическим цепям, то есть с пищей Большинство ядохимикатов, которые используются на полях на сегодняшний день Они нестойкие в окружающей среде и быстро разлагаются Поэтому после использования этих ядохимикатов необходимо выдержать определенный промежуток времени Перед тем, как собирать урожай Что касается пищи животного происхождения То здесь необходимо помнить, что при обработке животных средствами от паразитов Эти средства могут обнаруживаться в дальнейшем в мясе и молоке вот этих животных А теперь предлагаю поговорить о том, как сделать более безопасными продукты питания В которых пестициды содержатся в количествах превышающих нормы Начнем с фосфороорганических соединений, так называемых фос Как обезопасить ягоды, фрукты и овощи Для этого их необходимо хорошенечко помыть В этом случае часть фос будет смыта вместе с водой В случае с белокочанной капустой необходимо ее разобрать на отдельные листья И помыть каждый листик по отдельности В случае с разными плодами, в частности с цитрусовыми Их нужно очистить от кожуры Соответственно от кожуры нужно избавиться, а не использовать ее дальше в кулинарных своих каких-нибудь изысках Воздействие высоких температур частично, либо полностью разрушает фосфороорганические соединения Поэтому есть смысл подготовленные овощи, либо фрукты Злить кипятком, то есть ошпарить кипятком, либо проварить их в течение 5 минут То есть ставим воду на огонь, ждем когда она закипит Кидаем наши продукты питания И после 5 минут варки быстренько достаем их и охлаждаем Для того, чтобы прекратить воздействие высоких температур Кстати, таким же образом нужно обрабатывать огурцы, которые предназначены для салата Однако я пробовал как-то сделать вареные огурцы на вкус, но не отвратительные Поэтому смотрите сами, нужен он вам или нет Некоторые фосфор плохо разрушаются в кислой среде Поэтому, когда вы готовите подозрительные фрукты и овощи Их не нужно мариновать, либо квасить И ни в коем случае нельзя варить эти продукты в подкисленной воде, либо жарить их в масле Загрязненные фосфороорганическими соединениями продукты животного происхождения Например, мясо и молоко необходимо термически обрабатывать Далее плавно переходим к хлороорганическим соединениям, так называемым хоз Хоз, они не растворимы в воде, но хорошо растворимы в жарах И поэтому удаление их либо невозможно, либо очень затруднительно В связи с этим рекомендуется продукты, которые загрязнены хлороорганическими соединениями Вообще не употреблять в пищу Но тем не менее, если такая необходимость есть, острая То их нужно обработать определенным образом Например, с овощей и фруктов рекомендуют удалять в обязательном порядке кожуру В случае с капустой необходимо снять от 4 до 8 верхних листьев капусты и удалить их В случае с ягодами их необходимо пустить на сок, а всю мякоть также удалить Листовые овощи, например лук, которые загрязнены хлороорганическими соединениями Употреблять категорически нельзя В случае с зерном его перерабатывают на муку высшего сорта И в этом случае данные вредные вещества содержатся в основном в отрубях Отруби удаляют Если же зерно слишком сильно загрязнено хлороорганическими соединениями В этом случае его либо пускают на технические нужды Например, делают из него спирт, либо клей Либо же используют в качестве пассивного материала Загрязненное хос молоко рекомендует перерабатывать в обезжиренные продукты Например, в кефир, либо в творог Если же мясо загрязнено в хос Тогда его смешивают с чистым мясом И добиваются концентрации хос в таком продукте Чтобы она была ниже, чем допустимые нормы После этого из такого мяса смешанного делают Ну, как правило, делают колбасные изделия Если же у нас имеются загрязненные хос яйца То эти яйца, как правило, пускают для кондитерских целей Что же касается ртуть органических пестицидов То все продукты, которые загрязнены конкретно этим видом пестицидов Уничтожаются То есть употреблять такие продукты ни в коем случае нельзя Ну, а по пестицидам у меня на сегодня все Если кто-то интересуется тем, как обезопасить продукты Загрязненные теми или иными вредными веществами Следите за следующими выпусками В следующий раз в теме о питании мы поговорим Про то, как приготовить продукты Загрязненные нитратами, нитритами и нитрозаминами Ну, на сегодня все Всем удачи, прощаюсь со всеми Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok